Интересную ссылку мне прислали и попросили ее разлучить. Я вообще всегда очень благодарен вам, если вы присылаете какие-то ссылки на интересные материалы. Можно делиться этим со всеми, тем более, что не так много каналов, говорящих, например, на подобные темы. Итак, эта женщина, как я понял из письма, вот что она наблюдает. Наблюдаю и слушаю, как российские родители общаются со своими детьми. «Тихо охреневаю. Когда ты на итальянском пляже, среди итальянцев там в воздухе, знаете ли, разлита любовь. Аморе, аморе, амора. Так итальянские родители называют своих детей. И маленьких, и совсем больших. Их обожают, холят, лелеют. Причем папы зачастую еще более нежные и трепетные родители. И купаясь в этой безусловной любви, дети напитываются ею, наполняют ею каждую клеточку своего тела. А потом вырастают и начинают сами транслировать эту накопленную любовь. Семье, друзьям, любимым, мирозданию. И создают самые красивые в мире вещи. И ведут самый желанный образ жизни. Жизни, наполненной большими и маленькими удовольствиями. Особым умением смаковать эту жизнь. Проживать ее ярко, вкусно. Как-то беззаботно и обязательно красиво с любовью. Российский ребенок с детства вынужден занимать круговую оборону. Крики за трещины, вечное раздражение родителей и недовольство взрослых. Из сегодняшнего на пляже. Малыш интересуется у отца, где мама. Ты совсем идиот, да? Ты дебил? Я тебе 50 раз уже сказал, что она переодевается. Я сколько раз еще должен тебе повторять? Подобная тирада на 5 минут. С унижением и злостью. Вместо того, чтобы улыбнуться и дать ребенку нормальный ответ, потратив на него 2 секунды. Мальчишка вжимает голову в плечи. Явление мамы. На лице недовольство, кажется, приклеилось туда навечно. Мама, а что там в воде такое? Море сегодня принесло водоросли. Малыш интересуется. Мама кривит лицо, отмахивается, как от назойливой мухи. «Отстаньте от меня!» Идет в воду делать селфи, не глядя на ребенка. И так со всех сторон. «Ты куда полезла?» «Заткнись уже!» «Ты больной?» «Ты меня достала?» «Иди сюда!» «Я сказал!» «Я тебе сейчас по жопе надаю!» «Ты у меня сейчас получишь!» «Уроды!» «Вы живете в нелюбви!» «Вы зачем-то встречаетесь, женитесь, рожаете детей!» «Вы едете на курорт, вокруг вас сказка и рай!» «Но вы не способны не почувствовать это, не взять себе кусочек этого рая, не напитаться этой красотой, не расслабиться, не убрать с лица эту вечно недовольную гримасу, чмокнуть в щечку жену, просто так обнять ребенка и сказать ему ласковое слово. «Улыбнуться, расслабиться, перестать раздражаться и пребывать в вечном напряжении. Вы не способны любить. Ваши дети живут в нелюбви, а потом их детям достается эта нелюбовь. Вечный замкнутый круг. Вы выбираете Путина и дерьмовую жизнь, потому что вас никогда не любили и не научили любить. Простите, накопилось». Вот такой крик души бывает у очень многих, особенно когда они долгое время пожили за пределами России, как пишет эта женщина, как бы напитались любовью, видя ее в окружающих, видя совершенно другое отношение друг с другом и с людьми. Мне по поводу этого письма пришла вот такая мысль. Я часто не замечаю, как мы обращаемся друг к другу. А ведь действительно, немцы очень редко в семье называют друг друга по имени, в том числе и детей. А если и называют, то тут же добавляют слово «шац». Живущие в Германии наверняка подтвердят мои слова. То есть любящие люди, ну, например, муж и жена, если у них все хорошо, или мать, или отец в отношении своих детей, говорят часто так. Шац, подойди сюда. Шац, пожалуйста, тебя к телефону. Шац, ты не мог бы. Шац, доброе утро. Шац, спокойной ночи. Что обозначает слово «шац»? Мы ведь так часто его применяем и часто даже не задумываемся об этом. Дословно немецкий язык вообще на русский не переводится, скажу я вам, только приблизительно по смыслу. Почему я еще буду делать много отдельных роликов? Потому что я вас немножко огорошу, я знаю, что вам внушали, что русский язык великий и могучий. На самом деле это один из самых раздутых и бестолковых языков. То, что немец скажет двумя-тремя словами, русскому понадобится 5-7 слов. Так вот, слово «шац» приблизительно на русский язык будет переводиться как «дорогой-дорогая». Но русский язык не передает настоящую красоту этого слова. На самом деле это слово обозначает «сокровище мое» или «драгоценность моя». Представьте себе семьи, а это все немецкие семьи, между собой родители и дети, обращаются друг к другу «сокровище мое», «драгоценность моя», «сокровище мое», «ты не могла бы подойти», «драгоценный мой, спокойной ночи». В русском языке это настолько звучит банально, и это настолько невозможно представить среди русских людей, что ты понимаешь действительно, насколько в этой культуре люди лишены способности даже через слова передавать свою любовь. Насколько они, я бы сказал, стесняются быть мягкими, стесняются быть нежными в отношении своих детей. Я помню, как когда-то мне говорили «ни в коем случае нельзя его целовать на глазах у посторонних людей, а то разбалуется». Вот это слово «разбалуется» когда-то я считал, что оно на самом деле существует. Когда стал заниматься педагогикой и психологией, узнал, что этого слова в принципе не существует. Это понятие было придумано именно в русской культуре. Разбаловать – это значит просто любить. Это значит дать ребенку конфету, когда он ее хочет. Это значит не заставить его доедать то, что ему не нравится. Это значит прижать его к себе на глазах у других людей. Все это в глазах русских называется «разбаловать». И этого боится большинство. А потом вырастают дети, о которых мне написал сегодня мой подписчик. Это странно, он сравнивал русских и датских детей. Датские дети заваливают взрослых вопросами, в то время как русские дети ни о чем не спрашивают, но очень хорошо и четко отвечают на вопросы. Я написал ему потому, что эти детей задавили. Дети, которым очень хочется спрашивать, а в определенном возрасте детям действительно очень сильно хочется спрашивать. Они узнают окружающий мир. Родители поставили перед ним и собой такую огромную стену, что ребенок не может достучаться. И приблизительно 4-5 годам он уже понимает, что это бесполезно. Иногда он с опаской спрашивает каких-то посторонних, но в то же время краснеет и стесняется, а вдруг взрослые его не поймут. А представьте, если и общество вокруг, это и воспитателя, и учителя, и соседи, такие же злые и агрессивные, которые только и могут что одергивать. Конечно, ребенок перестанет вообще хоть как-то реагировать на взрослых. Я думаю, что пройдет еще очень много времени, прежде чем русские родители, может быть, нынешнее молодое поколение, будет говорить своему ребенку «Любовь моя». Иди ко мне, любовь моя, принеси, пожалуйста, любовь моя. Я просто люблю тебя, потому что ты сокровище, потому что ты драгоценность. И только представьте себе, насколько бы изменилась эта страна, если бы люди даже на таком, простом, бытовом уровне применяли другие слова в отношении друг друга. Что, зари, я вас не понимаю! Сама не знаю, для чего родилась здесь слезь! Ни проблем, ни забот нету, зато нытье! Все готово, приносят на тарелочке! Я правду говорю! Закрой рот! Закрой рот, сказала! Мне твои слезы выводят из себя, ты видишь, как я стою, нервничаю! Что в рекламе говорят? Спокойно, малыш, спокойно, мама! Ты плачешь, мама, кричу! Ты меня сегодня не выводи лучше! А то я тебя точно калекой сделаю! Инвалида! Дагни на всю голову, папашу! Пока с балкона, нахуй, не выкинула! Греха подальше меня! Блядь, выкинула бы, сука, с балкона, блядь! Было, блядь, вечно там! Сучандра, выведет с утра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...